Повышать туристическую привлекательность региона и улучшить водно-транспортную логистику. Именно для этих целей в Самаре проведут реконструкцию речного вокзала. Планируется построить новый трехэтажный терминал, а также полностью благоустроить причальную зону со всеми требованиями безопасности и комфорта. Об этом стало известно в ходе выездного совещания временно исполняющего губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и руководителей профильных министерств. Проектная документация нового здания речного вокзала разработана. Получено положительное заключение госэкспертизы. Реализовать проект планируется в ближайшие три года. Мы давно говорим про развитие комфортной городской среды, давно говорим про необходимость повышения комфортности логистики транспортной, туристической. Поэтому здесь провели небольшое совещание, посмотрели на планы и приняли решение. Мы будем включать в программу развития реконструкцию речного вокзала, реконструкцию полную. Глава области осмотрел здание вокзала, причальную инфраструктуру. Существующий комплекс речного вокзала введен в эксплуатацию в начале 70-х годов прошлого века. Сейчас пассажиров обслуживают только в кассовом зале, имеющем четыре кассы. Зона ожидания оборудована в холле кассового зала. Пиковая пропускная способность вокзала на сегодняшний день составляет около 470 человек в час, что не удовлетворяет требованиям по качеству обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных граждан. Переждать вот хотя бы, когда холодно, туда войти не на скамейке сидеть, а переждать. Мы рано пришли и поэтому приехали. И поэтому полтора часа мы здесь вот болтаемся. Если бы это было тепло, так нормально. А тут, когда холодно, надо здание какое-то, укрытие. Как доложил в ходе совещания временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин, основная проблема сейчас – изношенность инфраструктуры речного порта и флота. Время много ушло уже. Все пришло вот, так сказать, такое уже состояние, которое нужно ремонтировать. Конечно, красота была, чтобы, да, тогда люди будут стараться сюда попасть, чтобы посмотреть красоту. Вот на строй, на площадках спортивных делают там, все останавливаются, любуются. Когда красиво – хорошо. Планируется и обновление флота. В этом году будет закуплено два новых судна. Еще два в 2026 и 2027 годах. Запланировано пополнить и парк Валдаев на три единицы. Также, как отметил глава региона, помимо региональных муниципальных перевозок, будут повышать комфортность частных. Помогать предпринимателям делать туристические перевозки по воде безопасными и качественными. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.